Здравствуйте, в этом видео посмотрим как скачать Windows 10 21H2 в виде Multi Edition ISO с сайта Microsoft. Сравним размеры разных ISO и разберемся почему они так сильно отличаются. Приступаем. Я неоднократно рассказывал в своих видео как скачать ISO в Windows, но в комментариях снова много вопросов на эту тему. Рассмотрим для последней на сегодня версии Windows 10 21H2. Microsoft раздает Windows 11 во всех видах. Можно скачать помощник обновления, утилиту Media Creation Tool, а также есть кнопка прямой загрузки ISO файла. С Windows 10 ситуация немного иная. Чтобы скачать ISO Windows 10 с сайта Microsoft можно ввести вот такую нехитрую комбинацию в поиске Google. Здесь нажимаю на первый результат поиска. Также можно нажать на прямую ссылку на этот сайт. Я оставил ее в описании этого видео под номером 1. Сразу пару слов про этот загадочный текст. Говорил о нем в одном из видео. Это ноябрь на болгарском. Почему Microsoft написал на русифицированной версии сайта на болгарском языке мне неизвестно. Если посмотреть внимательно, то здесь нет прямой ссылки на ISO. Для десятки Microsoft спрятал ее несколько лет назад. Пользователь Windows может скачать только утилиту Media Creation Tool, запустить ее и с помощью нее скачать ISO Windows 10. Я так и сделаю. Скачаю Media Creation Tool. Для этого нажимаю на эту кнопку. В этом видео я использую Google Chrome, поэтому загрузка появилась здесь. У меня есть видео с подробным разбором браузера Google Chrome. Если интересно посмотрите. Утилита скачалась. Открываю загрузки. Файл с названием Media Creation Tool 21H2.exe. Запускаю. Здесь подтверждаю. В этом окне принимаю лицензию. Чтобы скачать ISO, здесь выбираю второй вариант. Нажимаю Далее. В этом окне можно выбрать язык и разрядность системы. Для этого можно снять галочку. Здесь мы можем выбрать отдельно каждую из разрядностей или скачать обе. Я оставлю x64. Нажимаю Далее. При верхнем выборе можно сразу записать образ на флешку. Здесь я снова выбираю нижний вариант. ISO файл. Нажимаю Далее. Теперь нужно указать утилити, куда сохранить файл. Пусть это будет рабочий стол. Нажимаю Сохранить. Пока идет процесс загрузки и создания ISO образа, рассмотрим еще один метод. Я сказал, что Microsoft спрятал кнопку ISO от пользователя Windows. Я сказал это не случайно. Дело в том, что если зайти на сайт в macOS, Linux или с любого мобильного устройства, то мы увидим эту кнопку. Вот она. Если нажать на Select Edition, то мы увидим один единственный вариант для выбора. Windows Multi Edition ISO. Что это еще за Multi Edition ISO? Раньше такого не было. Еще совсем недавно здесь было написано Windows 10 November 2021 Update. На самом деле мы всегда качали Multi Edition ISO. Это образ, включающий в себя несколько редакций Windows. Например, Home, Pro, Education и т.д. Достаточно просто посмотреть на эти две строчки. Это скукотища какая-то. Multi Edition ISO смотрится гораздо круче, как мне кажется. Microsoft добавил это красивое сочетание к себе на сайт. В последнее время они полюбили все красивое. Я связываю это, например, с новыми закругленными уголками 11 версии. Но это только мое мнение. Получается, что пользователи Windows оказались некоторым образом обделены. Любой андроидный может скачать Multi Edition ISO, а нормальный пользователь Windows только скучный Media Creation Tool. Как легально скачать Multi Edition ISO на Windows. Давайте посмотрим, что сам Microsoft советует нам. Как я уже сказал, я открыл сайт Microsoft в браузере Chrome. Просто нажимаю клавишу F12. Открылась консоль с инструментами разработчика. Слева вверху нажимаю на кнопку в виде телефона с планшетом. Левая часть окна изменилась. Я включил режим мобильного устройства. Можно сделать картинку покрупнее, нажав на стрелку и выбрав, например, 150%. Теперь просто обновляю страницу. Если взять мышку, то видно, что курсор теперь в виде пальца. Нажимаю на поле «Выбрать выпуск». Перед нами Windows 10 Multi Edition ISO. Выбираю его и нажимаю «Подтвердить». Теперь выбираю язык Windows. Снова «Подтвердить». Появились две кнопки. Если нажать на эту, скачается Windows 10 32-разрядный. Вторая кнопка 64-битная версия. Я выберу эту. Загрузка началась. Открою все загрузки, чтобы был виден прогресс. Для этого достаточно нажать на комбинацию Ctrl-J. Этот файл скачался. Посмотрим, что там с Media Creation Tool. Здесь тоже все в порядке. Можно закрыть. Открываю загрузки. Давайте взглянем на файлы поближе. Я перетащу файл из загрузок на рабочий стол. Размер файлов отличается и довольно существенно. Чтобы увидеть главную причину этой разницы, я смонтирую образы. Можно сделать это просто двойным кликом. Или правый клик по файлу «Подключить». В обоих случаях открываю папки sources. На букву «И» нахожу основной файл образа install. Вот этот ISO скачан с помощью Media Creation Tool. А этот ISO мы скачали через браузер. Видно, что здесь расширение файла WIM или проще VIM, а здесь расширение ISD. Файл с этим расширением значительно меньше. Это более новый формат сжатия образов. Он сжимает файл сильнее чем VIM. Когда мы используем для загрузки утилиту Media Creation Tool. Именно она создает такие файлы. Если ISO качается напрямую, то он сохраняется в формате VIM. Поэтому файлы так отличаются по размеру. В разных ситуациях пользователю бывают полезны файлы и с тем, и с другим расширением. С помощью разных утилит можно преобразовать форматы, но быстрее и проще бывает скачать их готовыми. Поэтому оба рассмотренных способа могут быть полезны. В одном из следующих видео попробуем отредактировать образы, получив в результате одно преимущество. Если интересно, поддержите это видео своими бодрыми лайками и комментами. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Если оно было полезно, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, чтобы не пропустить следующий ролик. Возможно оно пригодится вашим друзьям, близким, поделитесь с ними пожалуйста. Всем зрителям желаю здоровья. Меня зовут Евгений Юртаев. До встречи.